Я Шварц Ольга Андреевна, многодетная мать из села Рязановки, Марковского района Саратовской области. У меня четверо детей. Мой старший сын, Шварц Андрей, осужден в 2018 году по статье 105, часть 2 и статье 162, часть 4. В июне 2018 года, после этапирования в исправительную колонию номер 2 города Энгельса, в самых первых дней на него систематически стали оказывать моральное и физическое воздействие со стороны заключенных, в частности осужденного Амаяна. С Андрея под угрозой физического насилия и морального давления стали вымогать денежные средства. Со слов сына, все факты вымогательства Амаяна и других заключенных происходили с непосредственной подачей начальника службы безопасности ЕК-2. Нам, родным Андрея, стали раздаваться звонки от неизвестных лиц, в том числе ночные, с требованием осуществить перевод денежных средств. В телефонных разговорах сын неоднократно давал нам понять, что существует проблема, и просил о помощи, а также содействия сотрудников УФСИН России по Саратовской области. Боясь за судьбу и здоровье сына, в течение длительного периода времени, я была вынуждена систематически отправлять различные суммы, путем перевода на карты Сбербанка реквизиты, которых сыну давали вымогатели. И направила таким образом в общей сложности порядка 50 тысяч рублей. Чтобы решить проблему, нами были приложены все усилия для перевода сына в другое исправительное учреждение. В июне 2019 года Андрея перевели в УТБ-1 города Саратов. Изначально ситуация начала выправляться, но через некоторое время проблемы вернулись, и сын дал понять, что с него вновь вымогают денежные средства и избивают за отказ. Средства вымогались якобы на ремонт, а также в качестве штрафов, за невовремя заправленную постель, за отдых неположенное время и так далее. Со слов сына данные противоправные действия осуществлялись осужденными Гемодеевым, Яниным, Шияновым и Липченко. И все это происходило под руководством начальника службы безопасности. Оттверждение того, что в течение уже более двух лет на сына оказываются физические воздействия, на длительных свиданиях на ИК-2, на коротких на УТБ-1 он показывал следы побоев, выбитый зуб, трещину в области ступни и многое другое. Хочу подчеркнуть, что Андрей не единственный осужденный, с которого требовали деньги. Осужденный, ранее отбывавший наказание вместе с ним, а сегодня освободившийся из мест заключения, рассказал, что происходило в колонии с Андреем и еще с многими заключенными, включая его самого. Жена этого заключенного написала о фактах вымогательства в правозащитный проект «ГУЛАГа нет», а о них со ссылкой на «ГУЛАГа» писал также «Взгляд.Инфо». До последнего времени Андрей, по всей видимости, берег меня от переживаний, поэтому не рассказывал все подробности происшествия в колонии издевательства. Но недавно через адвоката рассказал, по его словам, его отводили в специальную камеру, раздевали до гола, привязывали к кровати, в таком виде избивали, и так поступали со многими. Иные подробности я опущу. Кто-то ломался сразу, кто-то держался подольше, но все равно рано или поздно сдавались и начинали просить родных выслать деньги. И они высылали, потому что не знали, как еще помочь. Никакие официальные способы обращения за помощью не работают. В течение двух лет я много раз обращалась, в том числе через личный визит к руководству УФСИН России по Саратовской области в лице Петрухина Андрея Николаевича, Анисимова Дениса Александровича. После каждого обращения с просьбой принять кардинальные меры, меня заверяли, что разберутся в ситуации, но каждый раз результат был один. Сына скрывали на несколько недель в изолятор без возможности связи с родными. Передача до сына не доходит. Положенный один звонок в неделю не осуществляется. И для того, чтобы его услышать, нам каждую неделю нужно обрывать телефон колонии с требованием дать сыну возможность позвонить домой. При звонке связь обрывает, препятствует разговору. Все обращения в УФСИН России по Саратовской области на телефонные доверия и горячие линии никаких результатов не принесли. Из УФСИН пришел письменный ответ, в котором сообщалось о проведенной проверке по результатам которой никаких нарушений со стороны как сотрудников исправительного учреждения, так и осужденных не выявлено. Что сведения, изложенные в моем обращении, подтверждения не нашли. И в предоставлении безопасного места сын не нуждается. Фактов вымогательства в ходе проверки не установлено. Дело сдвинулось с мертвой точки только после моего обращения в информационное в агентство «Взгляд.Инфо». После публикации в сентябре этого года было возбуждено уголовное дело по статье 163 «Вымогательство». Дело расследуется следственным отделом по городу Энгельсу. Меня официально признали потерпевшей. После возбуждения дела на сына вновь стали оказывать психологическое давление. При этом дали понять, что если родные не отзовут заявление, то в ближайшие дни может произойти нечто непоправимое. Я приложила все усилия по переводу Андрея в другое исправительное учреждение за пределы Саратовской области. Но безрезультатно руководство УСИН не пошло мне навстречу. Я неоднократно писала в Москву, в СИН России. Но оттуда мои жалобы спускали обратно в область. Я надеялась, что публикации в СМИ помогут прокуратуре области отреагировать. Написанные мной факты, вопиющие нарушение закона, но и в ведомстве Сергея Филипенко никакой реакции нет. Полная тишина. Отчаявшись остановить произвол, обращаюсь к генеральному прокурору Игорю Краснову. Уважаемый Игорь Викторович, прошу вас взять под контроль ситуацию с моим сыном и посодействовать его защите и безопасности, переводив в другой регион. Я, как мать, не могу оставить без внимания поступающие из колонии угрозы. Учитывая все, рассказанное моим сыном, а также памятный всем случай со смертельным избиением заключенного Артема Сотникова, говорю вам откровенно, что я в панике, потому что ужасно боюсь за жизнь и здоровье моего сына. Я знаю, что исправительная колония – это место, где, к сожалению, может произойти все, что угодно. Я не хочу, чтобы мне потом сказали, что мой сын погиб, потому что подскользнулся на лестнице и случайно ударился копчиком. Мой сын уже получил положенное ему по закону наказание, но он не должен получать сверх этого. Систематические побои, унижения и издевательства не исправляют заключенного, а ломают его, делают неспособным для жизни в обществе. Прошу вас очень, помогите. Продолжение следует...